Привет, зритель. Вот моя новая стрижка. Скажем так, немножко не то, что я себе представляла воображением. Челку тут мне сделали, уговорили, что челку сюда надо. Непривычно расчесываться, потому что волос меньше, чем было. Сзади я сейчас попробую как-то это показать, потом мне чисто даже самое интересное на монтажке, как это выглядит, потому что так-то я не вижу. Плюс сзади мне сбрили, и оно так странно выглядит, но зато теперь я знаю, как это выглядит, сбрито, потому что у меня была когда-то русля такая, сделать прическу, чтобы сзади было сбрито. Вот теперь знаю. Ну, я вообще хотела изначально каре, но там были какие-то волосы оставшиеся, которые Жень к свое время не состригла, осветленные, которые она мне тогда осветлила. В общем, я сделала для себя очень интересные выводы. Некоторых людей с их предложениями типа дружескими лучше обходить километра в лосток. Салон Камильфо 500 рублей удовольствия. Это та стрижка, которую мне тетя подарила на день рождения. Когда мне ложили без очков, оно выглядело клево. Когда я в очках, я не очень разглядела, оно было прикольно. Когда я подошел к питок и желтку, я поняла, что оно где-то на... ну, вот настолько короче, чем я хотела. И меня немножко не так поняли. Но с другой стороны, может быть, это лучший вариант из того, что могло бы быть, с учетом, что там были местами волосы осветленные даже еще в тех местах, где они как бы... ну, не конец волос, а где-то вот здесь. Еще не все волосы отросли осветленные. И сейчас оно реально выглядит как-то пышно, будто их много, этих волос. Первый плюс. Меньше воды и шампуня будет тратиться. Можешь сказать, это два плюса. Меньше воды и меньше шампуня. Это второй плюс, значит, да? Третий плюс. Как бы состриглись все плохие концы волос. И как бы, когда стрижешь волосы, то весь негатив с тебя будто сходит. Все такое, это вот все плохая какая-то атмосфера, потому что волосы спитывают всякую плохую энергию. Четвертое, не знаю, плюс, не плюс, то, когда я пыталась сзади расчесать волосы и просто руками провожу и так иногда голову поворачиваю, я ощущаю, что там сбрито как-то так странно. Короче, у меня несколько смешанные чувства. Я себя фоткала без шапки на улице, но выглядело прикольно. Пришла домой, такая вся убитая, потому что я что-то так спать дико хотела. Я шла минут почти час. То расстояние, которое максимум 40 минут при всем желании можно пройти. И каждые две минуты зевала. У меня уже даже было желание прилечь в какой-нибудь снежок. Ну, как бы это, грязно. Снежок как-то не то, не сё, прилечь. В общем, когда я дошла, сняла шапку, вся такая серенькая на лицо. Сделала фотку, фейс такой уставший, и мне мой фейс не понравился. Потом я, значит, расчесала сейчас шевелюрку в зеркало и так смотрю. Ну, вроде ничего так это. Короче, оно... Я боялась, что оно будет... Меня не так опять поймут, и оно будет такой же короткой стрижкой, как в 2016 году, когда меня подстригли в парикмахерской, после того, как подружка мне изуродовала стрижку, изуродовала мой вид стрижкой. Изуродовали меня ещё больше, чем было. Ну, подстригли, короче, не так. Больше в ту парикмахерскую ни ногой. Я, точнее, заживала она ещё или нет. Но вышло, в принципе, прикольно. Ну, мне... Вот я на себя смотрю, оно мне вот так вот расчесать, оно вроде как вот попышнее, оно вроде идёт. А с другой стороны, вот иногда вот так оно ляжет, и оно как-то, ну, не то. В общем, когда я смотрю на себя в зеркало под одним углом, оно мне нравится. Когда я смотрю на себя в зеркало под другим углом, оно мне не нравится. Единственный плюс – волосы имеют свойство расти. Я надеюсь, они теперь наконец-то будут расти быстрее, чем до того, как меня вот подружка подстригла, а тогда свои ножницы принесла. Она хотела своими. Ну, короче, у человека были не очень такие... Ну, когда вам человек вычет в вас какой-то недостаток, чтобы вас кнуть, это уже не подружка, я думаю. Ну, скажем так, знакомая. Не очень такие эти ощущения приятные были. Немножко удивляются, знаете, когда вот тот человек вам с вами общается очень хорошо, а потом вдруг вы узнаёте, что у человека у вас совершенно иного мнения. Вот примерно такие же смешанные чувства. Поэтому я думаю, что в принципе плюс, что оно действительно так, как есть. Чёлкам я когда сказали, что говорила мастер, что надо как бы чёлку сделать. Я думаю, ну ладно, если чёлку забью, ну, типа, видимо, у нас понятие о чёлке всё-таки другое. Вот здесь ещё как бы по длине, там чуть покороче ещё где-то есть эта чёлка. Я так и не поняла, как бы так мне расчесать себя щёткой для деревянной расчёски, щёткой расчёсываюсь, чтобы у меня эта чёлка и легла как надо, и при этом было видно, что это чёлка. Короче, в общем, тут есть чёлка. Мне сказали, что чёлку типа как бы, ну, на моё ловить, что её можно просто откинуть. В общем, вот, откидываю я эту чёлку. Ну, я надеюсь, что они будут расти теперь чистыми и шелковистыми. И с плюсов ещё, что вот я расчесываю, они стали такие объёмные. Меня ещё спрашивают, когда вот пробор делаете у вас, на какую сторону. Всегда он так ложится. Я говорю, в последнее время да. Я говорю, сделаю прямой пробор, в итоге смотрю в зеркало, он такой витой. Обычно я это замечаю, когда монтаж делаю, что он такой какой-то. Раньше носила пробор, но я говорю, я не знаю, как правильно сказать, говорю, налево было меньше волос, направо было больше волос. Вот кто в этом понимает, скажите, на какую сторону у меня был пробор лет до 15? Может, даже лет до 18? Ну, до 15 это точно. До 16 даже. Я помню, что у меня было когда-то каре такое, в 13 лет, он такой мне так нравился, фотки как-то перебирался, у меня было такое прикольное. Я думала, что вот у меня будет каре. Но, видимо, там, может быть, не получалось бы каре, потому что меня человек подстриг. Во-первых, подстригла она тогда меня не так, как я хотела на картинке, так как ей хотелось. Во-вторых, она даже не так подстригла, как на той картинке было, но как-то очень. Ну, люди, я думаю, видели, как этот трендец был на голове. Хоть оно и было длиннее. Я думала, что из-за того, что тут волосины есть, и они чуть-чуть отросли вроде как, и можно сделать вот так. Но, видимо, было нельзя. Ну, да ладно. В общем, буду надеяться, что оно быстрее отрастет, чем с прошлого ноября по сегодняшний день до половины третьего дня. Потому что потом у меня остались трещь. Вот. Можете писать свои дофига комменты. Положительные, отрицательные, или гоготать насчет того, что вышло не совсем так, как я хотела. Мне надо к этому теперь привыкать. Ну что, всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.